Всем доброго времени суток, с вами Таракот и мы продолжаем прохождение DLC ко второму Драк Соулс, а именно DLC Корона Старого Железного Короля. Итак, опять получился довольно большой перерыв между прошлой серией и этой почти что в месяц, потому не то чтобы я подзабыл что там было, я в принципе помню, но от Драк Соулс я уже немного отвык, поэтому посмотрим чем все это закончится. Ну и прежде чем отправляться в башню, я решил к кузнецу еще раз сходить, кое-какие изменения проделать, касательно закалки. Во-первых, по поводу фальшионов, уберу я закалку с одного фальшиона, один оставлю в яд, с другого уберу. По-моему я уже об этом говорил, сейчас это реализую. Два фальшиона в яд это отстойная комбинация даже в ПВЕ. Неэффективная. Даже против противников, которых можно отравить. Ну как, против тех, которых можно отравить, оно еще куда не шло, но если уж так, если уж на то пошло, то лучше, даже если говорить про этот косплей, то уже лучше с двумя парирующими кинжалами на яд быть, чем с двумя фальшионами. Два фальшиона, они не такие быстрые. Ими медленнее можно отравить, чем кинжалами. Ну и по поводу катан, клинок берсерка, это тоже очень всаратая штука, если его на кровотечение закаливать. В принципе, я уже показывал урон этого клинка, что без закалки, что с закалкой. 227 урона. Вообще никуда не годится. Тоже сбросить закалку. 385. Ну, это гораздо лучше. Кстати, 385. 370. 380. 365. 357. Это плюс 4. 365. 385. То есть, на данный момент, это получается самая лучшая катана по урону. Самая мощная среди всех. Если клинок хаоса прокачать, то он будет лучше, скорее всего. Должен быть лучше. Единственное, что у клинка берсеркера у него сила ответного удара 150. А у клинка хаоса у него 160. Поэтому даже при равных показателях урона все же клинок хаоса будет лучше. Потому как в контур удар он будет наносить на 10% больше урона, чем клинок берсерка. Но у клинка хаоса не стоит забывать о том, что он хп владельца жрет. Но в пвп по крайней мере это несущественная проблема. Да и в пве в принципе тоже. Я бы сказал даже в пве тем более. Потому что в пве можно и теплоту использовать и хиляться как угодно. Единственное, что против боссов может быть это как-то будет проблема и то вряд ли. поэтому то, что он жрет хп это я это не считаю проблемой. И по фальшону можно заодно посмотреть. Я уже тоже смотрел. Раз я снял с него закалку. Обычный в смысле наяд 290 обычный обычный 361 и по кровотечению у него побольше 157 чего? Почему почему больше 158 а как это так каким-то макаром фальшон закаленный наяд имеет больший урон кровотечением чем незакаленный? Вот это открытие. Не такая уж плохая штука. но дело в том что чисто физический урон если про пве говорить то он очень часто нужен как показали предыдущие серии и тем более можно на него ну клинок света там зачарование можно на любое нанести и на этот тоже. Ух ты ничего себе зачарование можно это на любое нанести но вот урон-то от зачарования будет меньше потому что физический урон меньше. А смолу вообще нельзя нанести сюда в то время как сюда можно. Поэтому более универсальный вариант. Ну я пока с этими похожу. Там довольно опасно в той башне будет. посмотрим. Наверное когда в ту башню дойду там жаль эти типы с огненными мечами скорее всего с ними придется расправиться либо катанами либо фальшонами не знаю чем а вот с темным духом я все-таки хочу с кинжальчиками расправиться. Ого прозрачный сет Ауруса. Итак башня кстати можно еще раз глянуть на обелиск в Манджуле какие там значения заклинания те же самые останутся Ковенан тот же 381 миллион 972 тысячи плюс один плюс два и сутри держатся во все я второй раз кстати на круглое число попал в прошлый раз что в этот 80 тысяч ну до уровня там довольно много нужно хотя как Не то, что будет слишком много, но Не буду пока Не буду души жрать Там, кстати, было одно место, которое я пропустил После второго костра Я, в принципе, и на записи это увидел И мне в комментариях написали Я туда схожу, но, наверное, в следующей серии А в это я хочу башню ту Я упираюсь в порожек Вот это да Надежда Гиганты ошеломления Да, кольцо Кольцо это уже получено Хочу в башню сходить А уже потом буду Те места, которые пропустил Ну да, конечно, надо сходить Притом, скорее всего То место, которое после второго костра я пропустил Оно к ящерке вело Я же там видел ящерку Для этого надо дубину брать Ну, вообще, все те места, которые Я и сам там У меня некоторые Есть мысли Где там, например, попробовать спрыгнуть Где еще что Скорее всего, я это буду пробовать уже после того, как Пройду эту локацию Притом не в этом сете Не с этим косплеем Потому что там Многое с прыжками связано А для прыжков надо Чтоб не было большой загрузки Угу А ну-ка Вот гад Не получилось К нему Незаметно подойти Ни хера себе Ни хера себе Их там сколько Один За мной пошел Ну что-то я не уверен, что он сюда зайдет Блин, это отстойно Для разминки Конечно, надо бы Кого-то грохнуть Угольная смола с них сыпется Ну Не знаю Нет смысла с теми расправляться Хотя Они, может быть, начнут стрелять по мне Да и хрен с ними Эм, нет Что-что Прыжок здесь Вряд ли Может помочь Нет Он там точно Кстати, теплоту было слышно Ну можно, конечно, Попробовать но темный дух по-любому будет меня убегать поэтому не получится его рухнуть здесь наверху почти наверняка можно сказать ну а я от и тить колотить хера себе блин да конечно на твк я и он даже в принципе он мог у меня попытаться добить но нет он решил он решил убежать так ну тогда стоит повысить планку вооружения потому как там довольно много всяких гадов перегрузка кстати не есть хорошо вообще если это уберу не поможет ну тогда придется ставить еще одно кольцо это отстойно это минус кстати шо фальшонов шокотан но радует то что здесь нету проклятья у кстати здесь нету типов которые прошлый раз здесь стояли типы брату те дарите блин а ну ка может вот наверно что он погонится за мной а кто это что это было кто то тоже значит как ну даже с фальшионом все гораздо проще вторым фальшионом не было смысла даже бить аришник впереди нет никакого решника здесь даже иллюзорные стены нету а ну-ка стоп вот здесь стена выглядит как-то очень странно это первое второе где мобы в прошлый раз здесь была куча мобов чем можно было бы на этот диск спрыгнуть но хотя почему бы и нет больше лук холонского рыцаря плюс 5 етить колотить а я его прокачивал оказывается можно было здесь взять плюс 5 давай иди сюда идите чуть не свалился вниз с трех ударов офигеть совсем другое дело такс но там темный дух уж уж был поэтому стоит обратно взять это дело капец тут можно вниз улететь вообще запросто он там лежит то что выпало с идола блин сейчас тут хрен сагрится а а и а и и и Надо расправиться с этим гадом, а потом уже с фантомом. До свидания. Можно, конечно, теплоту использовать, причем бы и нет. Ну и обратно кинжальщики. Маловато места здесь. Етить, блин, я могу. Охренеть, замечательно. Да какого хрена, ёптить. Нахера себе, у него наводящийся прыжок. Оказывается, этот прыжок самонаводящийся. От него невозможно перекатом увернуться. Меня напрягает лестница эта. Етить, колотить? Нихера себе. Окей. Надо либо вверх идти, либо вниз. Хотя, если вверх я пойду, то он потом вниз побежит. И тут тоже места мало. Замечательный бой. Да что за бред вообще? Весь эстус уже спастил. О, да. За это время скилл существенно снизился. Я не знаю, пика. Что-то я не уверен, что она парируется. Замечательно. Этого ещё здесь не хватало. Ну, вот. О, да. Продолжение следует... 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 короткая блин красиво добил запарили они меня а потом здесь внизу спокойно расправлюсь с этим сраным темным духом там наверху еще кто-то был и 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 х и и и и тупо и и Старинный двуручный меч, тайна происхождения которого теряется в веках. Меч передавался из поколения в поколение, пока не попал в руки Гордина, странствующего рыцаря из Фороса и считался пропавшим после его смерти. Странно, но все до одного владельца этого меча были левшами. Интересно. У него, кстати, Гарды одной нету. То ли обломан, то ли шо. 25, 25, 20, 20. ЦД. Урона стихиями нет. А зачем, почему у него требования к вере и к интеллекту, если у него нет урона стихиями? Ну-ка. Ну, обычный. Мофсет. У меня перегрузка. А нет, у меня нет перегрузки. Ну, хорошие силовые колющие удары. По-моему, как у Клеймора у него мофсет. Вроде как, да. Вроде как, как у Клеймора. Ну, насколько я помню, да. Это... Это хорошо. Это отличный мофсет. И после переката такой удар. И с разбега, и с отскока. Ну, прикольно. В принципе, довольно хорошее. У него нету, кстати, никаких не спецатак, ничего. Вообще, это... Он похож на Большой Меч Чёрного Рыцаря. Только... Закопченный какой-то. Ну, не закопченный. Ну, короче, какой-то засратый. Похож на него. Интересно, конечно. 241. 268. Стопал Клеймора. 290. Ну, в принципе, он не прокачан. У него уже довольно высокий урон. 240 плюс 170. 241. Плюс 133. Но у него скейл... CD. Бе. Хуже, чем у Меча Мастодонта плюс 6. Хотя по урону он такой же, как Меч Мастодонта плюс 6. Стоп. Там, по-моему, еще какой-то моб был. Ну, да ладно, он... Если он там стоит на платформе, то хрен с ним. Что-то я как-то даже не знаю, как с этим фантомом, с этими кинжальщиками сражаться. От него сложно увернуться. Грешник. Ну, да. Душа над далее пепельной невесты. С пепельного идола падает. Это очень хорошо, потому что оно не исчезло после моей смерти. Потому что обычные предметы, они исчезают. Как на Шандру у нее. Пять летых клинов. Стоп. У меня аж вроде и было их 5. Я один потратил на этого идола. А что у меня их 5 осталось? Или у меня их 6 было? Что-то я не помню вообще. Душа над далее пепельной невесты. Отрекшаяся от плоти и скитающейся по маглистой башне. Когда над далее явилась в эти края, того короля, которого она искала, уже не было здесь. В отчаянии она отреклась от собственной души и слилась с наследием старого короля. Это лишь фраммен души, который нельзя использовать в таком виде. Таки да. Хм-хм. Или этот... Или этот... Он уже спрыгнул, походу. Этот моб, который на платформе был. Ты смотри, а оказывается этот темный дух, он... Даже не пошел за мной следом. Ну, он меня вроде как не увидел, но... В духе Драк Соулса он должен был за мной погнаться. Начать в спину атаковать. От его ударов сложно увернуться, блин. А можно ли его парировать? Я не уверен. Давай, гад. Пошли. Интересно, с самого низа он, по идее, уже не будет никуда убегать. Уже там некуда. Разве что на самый верх, но я не думаю, что он кинется убегать на самый верх. Хотя, кто знает. Кстати, я вот не знаю, в этом Ковенанте... Лазурный путь. Могут ли Синие Стражи прийти... Тогда, когда у тебя... НПС темный дух. Мм... Немало ударов придется так нанести ему. Ага. Собака... Хорошо достает. Спасибо. Ты смотри, как он может... Я ему выбиваю баланс. О, он побежал. Ну давай, беги. Вот только зря я здесь скастовал теплоту. Не стоило этого делать. Ну да ладно. А ну-ка, мне интересно. Сейчас мы проверим гнилую смолу. Он полностью хильнулся. Ну окей. Больше проэкспериментируем. Такая моя смола гнилая. Время у нее исходит. Что за говно? А как это? Что за бред? А почему он вернулся обратно? Вот это да. Ограничение по времени что ли? Или что за прикол? Я его кстати отравил. Так что это херня. То, что там на Википедии по Драк Соулсу пишется про гнилую смолу и сыворотку кровотечения. Я об этом, наверное, еще сделаю отдельное видео. Странно, стена здесь так блестит. Ну, ничего там нету. Ограничение по времени могло быть, в принципе, но... Да как-то маленькое оно слишком. Короче. Сейчас надо возвращаться и придется отдельно потом... Не знаю. Это по-любому надо либо защищать все, либо просто брать более мощное оружие и валить его там на месте. Потому что если я буду защищать, он опять потом вернется. Что-то бред какой-то. Тут убился только что. Вот. Продолжение следует... А ну-ка, засада будет появляться? Да, засада появляется. Продолжение следует... Всё, здесь расправился. Там один архуп ему есть. Да, он может потом неприятности создать. Смотри, как мало снимает. Продолжение следует... Дубль два с этим гадом. Вообще... Не мешало бы щенку использовать. А то там кольцо дракона в прошлый раз чуть не сломалось. Позапрошлый. В прошлый раз я довольно долго там тестировал меч, описание предметов читал. Скорее всего поэтому... Блях, так можно вниз грохнуться. Давай гад, иди, иди сюда. Да. 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 Охерительно просто. Охерительно. Пожалуйста, очередной козырный удар в прыжке. Ни хера себе, блин. Все, отравлен. Когда он в двух руках держит, то это очень плохо. Таетить, колотить, блин. Кстати, да, он кинулся наверх убегать. У меня уже баф прошел. Замечательно просто. У него баланс выше. Пипец резкие удары, блин. У пики. Довольно вообще читерский фантом, я скажу. Вот он перекатами во время станлока уворачивается. Мне кажется, тарает здесь вообще не нужен. Блин. Две руки это плохо. Пожалуйста. Попал. Тоже попал. Вот что это такое, блин. Я его дуплю, он туда-сюда перекатывается. У меня кинжальчики почти уже сломаны. Охерительно просто. Просто охерительно. 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 Охерно. Охерительно. 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 скоро исчезнет, скорее всего. Ах, надо было бэкстеп делать. Выносливость слита. Наконец-то, блин, просто встратишь и бой. Ничего с него не выпало. Два кинжальщика против пики, это, конечно, нечто. Ну, это хороший повод изучить его мувсет. Здесь прочности оно кольцо восстанавливает. Ага, подчинки больше нет. Ну, мне это, в принципе, не нужно. По-любому к костру. Ну, а здесь ничего нету больше. Тупик получается. Да, конечно. Не думал я, что здесь будет тупик. Я думал, здесь хотя бы какой-то босс будет. Ну что ж. Та башня исследована. 98 тысяч. В принципе, можно, конечно, качнуть уровень, но... Наверное, уже набью на мобах, тогда качну. Ну что ж, на этом мы эту серию и завершим. Ну, в следующий... Наверное, пойду... Дальше по башне. Ну, хотя, наверное, все же... Сначала... Схожу в то место, которое я пропустил после второго костра. А потом уже продолжу после третьего исследования. Ну что ж. Всем спасибо, что смотрите. До встречи в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok